8 апреля с жителями села Шибунино встретился мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник. В мероприятии также приняли участие руководители и специалисты структурных подразделений администрации района. О том, как обстоят дела в селе Шибунино, что было сделано, рассказала присутствующим руководитель территориального отдела по управлению селом Шибунино Галина Андреянова. По статистике в селе зарегистрировано 659 человек, реально проживает 510 человек, из них больше половины пенсионеры, 97 детей. За последние три года в селе родилось 15 малышей. В 2020 году в Шибунино был проведен большой комплекс работ по благоустройству дворовых территорий, восстановлено уличное освещение, произведена замена опор и светильников, появились новые тротуары, прогулочные зоны. Также сделано благоустройство прогулочного участка при школе села в рамках молодежного бюджетирования. Установлен новый автопавильон в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный город» с подключением уличного видеонаблюдения. Уделяется внимание многоквартирным домам, проводится замена внутридомовых сетей, сделан ремонт в четырех муниципальных квартирах. Сегодня жители населенного пункта могут пользоваться всеми видами телефонной связи. Услуги сотовой связи представляют сразу два оператора – Билайн и МТС. В связи с этим резко снизилось количество жалоб и обращений в администрацию села. На денежные средства гранта Всероссийской политической партии «Единая Россия» в селе было установлено ограждение сквера Победой, где находится единственный памятник – памяти погибших воинам в Великой Отечественной войне. На территории села действует 91 личное подсобное хозяйство и одно крестьянско-фермерское хозяйство. С каждым годом, наращивая свои производственные показатели, работает хозяйство Надежды Зиминой. На начало года, на начало 2021 года в хозяйстве содержится 111 коров, голов КРС, из них 54 головы коровы. За 2020 год у нее получено молока 292 тонны, мясо 13,5 тонн, овощей 44, картофель 58 тонн, заготовлено сено 330 тонн. Говоря о перспективах развития Шибунина, мэр района озвучил, что в текущем году в рамках инициативного бюджетирования поддержки местных инициатив на территории местного ДК будет реализован проект по созданию площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Дорога Невельск-Шибунина поменяет статус. Дорога Невельск-Шибунина мы передали в собственность области, региона. Теперь это не муниципальная дорога, а дорога это региональная. Содержание дороги будет на порядок лучше, в связи с тем, что там просто больше на километр денег, чем в муниципалитете. Еще один вопрос, который поднимается на каждой встрече мэра с шибуницами, это местная баня. Новая баня построена. Идет поиск арендатора, который возьмет на себя организацию работы социального объекта. Я на полности готова, за исключением тех просоединений, которым мы безусловно поможем. Но максимально через месяц-полтора баня должна начать работу. Все обращения граждан в адрес муниципалитета были зафиксированы. И на их основе будет сформирован список поручений сотрудникам администрации Невельского городского округа. Виталий Войко, Александр Стрельников, Невельские новости.